Всем привет! В этом видео я покажу, как включить бесплатный VPN в браузере Google Chrome. Дело в том, что в Google Chrome нет встроенного VPN, и поэтому поддержку VPN в браузер можно добавить при помощи специального расширения для браузера. Я рекомендую поставить PlantVPN Free. Это, пожалуй, лучший бесплатный VPN для Chrome, так как у него высокая скорость, безлимитный трафик, у него есть 5 стран для подключения, и, ко всему прочему, не требуется регистрация. Также это VPN расширение, помимо всего прочего, умеет блокировать рекламу. С вами Андрей, YouTube канал Совет Эксперта. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео, а также подписывайтесь на канал, если вы в первый раз здесь. Также хочу напомнить, что ссылки на все VPN, о которых я рассказываю в этом видео, вы всегда сможете найти в описании к этому видео. Итак, нужно открыть сайт PlanetVPN Free. Находится оно по адресу freevpnplanet.com Далее нужно нажать на слово продукты вверху, и в этом списке выбрать слово Chrome. Эта страница PlanetVPN рассчитана на Google Chrome. Здесь нажать кнопку скачать бесплатно. Тут нам открылся интернет-магазин расширений от Google Chrome, и конкретно страничка PlanetVPN. Здесь нужно нажать синюю кнопку установить. Браузер нас предупреждает, что сейчас будет установлен расширение для браузера, PlanetVPN. В общем-то это то, что мы хотим сделать, поэтому нажимаем кнопку установить расширение. Так, расширение устанавливается. Расширение установилось. PlanetVPN говорит о том, что кнопочку с VPN нужно закрепить на панели инструментов браузера. Для этого нужно нажать на кнопочку расширения в браузере. Вот она. И здесь напротив бесплатный VPN proxy блок нужно нажать на иконку с соображением кнопки. Нажали. И после этого на панели инструментов появилась иконка PlanetVPN. Когда VPN выключен, эта иконочка серая. Когда он будет включен, она становится цветной. Давайте сейчас включим VPN и посмотрим, как это выглядит. Для этого нужно нажать на эту кнопочку. Появилось окошечко. Здесь в выпадающем списке мы можем выбрать страну для подключения. Доступно 5 стран. Так, а чтобы включить VPN, нужно нажать зеленую кнопку подключиться к VPN. Прошел подключение. Оно идет, видите, довольно быстро. Все, VPN включен. И обратите внимание на иконку VPN на панели инструментов браузера. Она стала цветной. Теперь давайте проверим, работает ли VPN. Для этого мы можем открыть какой-нибудь сайт, который показывает, какой у меня IP-адрес, и выдает информацию обо мне, как о пользователе по IP-адресу. Один из таких сайтов называется вотизмайайпадрес.ком. Откроем этот сайт. Так, что он мне говорит? Нажмем здесь игре. Так, что он мне здесь говорит? Он говорит, что моя страна Германия, а город Берлин. Но это не так. Он так считает именно потому, что у меня включен VPN. Чтобы отключить VPN, нужно опять нажать на кнопку VPN на панели инструментов браузера и нажать здесь на кнопочку «Отключиться от VPN». Все, VPN выключен. И обратите внимание, иконка стала опять черно-белой. Что важно помнить при использовании VPN из браузера, то в инкогнито режиме все расширения не подключаются автоматически. Нужно специально сказать, что вы хотите, чтобы это расширение работало в инкогнито режиме. Как это сделать? Для этого нужно опять нажать на кнопочку расширений и нажать против бесплатного VPN прокси на кнопочку с тремя точками. И выбрать здесь «Управление расширениями». Готово. Тут нужно прокрутить и найти пункт «Разрешить использование в режиме инкогнито». Вот он. И переключатель поставить в положение «Включено». Все, готово. Теперь это расширение будет доступно нам в инкогнито режиме. Если вам по какой-то причине VPN уже не нужен в браузере, вы всегда его можете удалить. Для этого нужно опять нажать на кнопочку расширений, нажать напротив бесплатного VPN прокси на три точки и здесь выбрать пункт «Удалить из хром». Но я его удалять не буду, а расскажу вам про дополнительные возможности этого VPN. Как я говорил ранее, он умеет, например, блокировать рекламу. Что для этого нужно сделать? Нажимаем на кнопку VPN на панели инструментов браузера. Нажимаем здесь на кнопку в левом верхнем углу с тремя полосками и выбираем пункт «Настройки». Здесь есть две интересные настройки. Одна из них называется «Блокировать рекламу». То есть, если вы хотите, чтобы он блокировал вам рекламу на сайтах, включайте этот пункт. Пункты, которые расположены внизу, запретить кулки, блокировать трекер, не сохранять историю, смартфильтры для сайтов я бы не включал. Оно может повлиять на работу привычных вам сайтов. Интересный пункт «Автоматическое подключение». Что он будет делать? Он будет каждый раз включать VPN, когда вы запускаете браузер. Кому-то это может показаться удобным. Но если вдруг VPN не сможет подключиться, а такое иногда бывает у бесплатных VPN, то вы останетесь без интернета в этом браузере. Поэтому я бы не включал эту опцию тоже. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, их в комментариях. Я всем с удовольствием отвечу. Также буду рад услышать о том, какой любимый VPN у вас. Напишите, пожалуйста, буду рад услышать ваши отзывы. Не забывайте ставить лайк и делиться этим видео. Также подписывайтесь на YouTube-канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!